Пишу вам из Луганска, хочу рассказать о своем знакомстве с элементами современного образования. В 20-м году я проходил курс переподготовки в одном из университетов Луганска по специальности государственное и муниципальное управление. В процессе обучения я столкнулся с таким предметом, как самоменеджмент. Честно говоря, идя на лекцию по данному предмету, я не ожидал ничего особенного интересного, а зря. Преподаватель начала свою лекцию с того, что заявила буквально следующее «Вы товар, и вы должны уметь себя продавать». Я буквально онемел. Людям в государственном университете заявляют, что они товар и учат тому, как подороже себя продать. В продолжении лекции звучал тезис о том, что тот, кто не может продать себя выгодно, просто неудачник и жалкий человек. В словах преподавателя звучала искренняя жалость к таким людям. Я уже давно не слышал, чтобы в учебных заведениях рассказывали о героизме, о преодолении себя, о борьбе за общее благо, о том, к какому будущему мы движемся, как это будущее вообще может выглядеть. И вот, слушая лекцию о том, как научиться грамотно прикреплять на себя ценник, я ощутил ярость, обжигающую сердце ярость. Я представил себе на мгновение, что со мной в аудитории находится Ульяна Громова, Леня Голиков, Марат Козей, Зоя Космодемьянская, ребята из окопов под Волоколамском, 28 панфиловцев в полном составе, и они сидят и слушают все это про товар вместе со мной. Что бы они ответили этому преподавателю? Рассмеялись бы, покрутили бы пальцем у виска. Я почему-то убежден в том, что они спокойно и уверенно начали бы разубеждать эту женщину в том, что она проповедует. И я уверен, что у них бы это получилось, потому что они своей жизнью доказали подобные изречения наглая ложь. И я хотел бы, чтобы все люди, которые слышат такие вот лекции о грамотной самопродаже, понимали, что все это вранье от первого до последнего слова. Я видел, как в 2014 году люди помогали друг другу не из-за денег, а потому что они просто вспомнили, что это значит быть человеком. Где интересно был тогда этот преподаватель по самоменеджменту? Каких героев может воспитать система, построенная на постулатах о том, что самое главное в жизни это вовремя и подороже продаться? Это ведь попытка создать конвейер по производству предателей, причем уже готовых к предательству и знающих цену, за которую они готовы это сделать. Что этому можно противопоставить? Только людей. Людей, которые могут пожертвовать личным, во благо общего. Людей, которые хотят растить хлеб, строить заводы и покорять космос. Людей, которые, как писал товарищ Дзержинский, стремятся к тому, чтобы не было на свете несправедливости, угнетения, роскоши, публичных домов, в которых человек продает свое тело или душу, или то и другое вместе. И где же таких взять? Они не прилетят ни из прошлого, ни из космоса. Нам самим нужно учиться быть такими людьми. Я точно знаю, есть в мире то, что нельзя купить и продать. За это можно сражаться, это можно создавать и взращивать, и это нужно оберегать. А всем тем, кто думает, что учиться быть человеком не нужно, так как мы такие от рождения, хочу напомнить строчки из стихотворения Эдуарда Осадова. Плохой или хороший рождается птица, ей суждено летать. Человеку же так не годится, человеком мало родиться, им еще нужно стать. Субтитры создавал DimaTorzok